Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Три часа по Москве. Собственно, время поговорить о том, что творится на финансовых рынках. Тема сегодняшнего эфира – текущая ситуация на валютном рынке. Мы поговорим сегодня о нашей национальной валюте в связи с вчерашними, ну и сегодняшними заявлениями наших руководителей, монетарных властей. Ну и поговорим обо всем, о чем может быть интересно нам и вам, уважаемые слушатели, прежде всего. Итак, я представляю моих гостей в студии Сухого остатка. Артур Копышев, аналитик Московского фондового центра. Добрый день, Артур. Добрый день. И Антон Захаров, ведущий, аналитик профсиазь банка. Добрый день, Антон. Добрый день. Телефон в студии, уважаемые слушатели, для вас. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными мыслями по поводу и без повода. Ну и начиная эфир, я традиционно рисую картину маслом. Итак, 1505 в Москве, что происходит на основных финансовых площадках, мировых финансовых площадках. Традиционно закрытие, вчерашнее закрытие Америки прошло позитивно. Прибавил Dow Jones, прибавил S&P 500, и 1650 закрылся индекс S&P 500. Сегодня фьючерс на него торгуется с небольшим понижением, но пока все позитивно выглядит. Азия. Сегодня Азия разноправленно. Nikkei продолжает расти, прибавил почти 2%. Shanghai Composite, напротив, потерял процент. Чуть меньше. Европа в легком минусе, наши в минусе и нелегком. RTS теряет в моменте полтора процента, чуть более процента ММВБ. Ну и рубль продолжает слабеть. Продолжает как минимум со вчерашнего дня. Далее смотрим на сырье и на Forex. Нефть Brent стоит дорого, относительно дорого. 106 долларов 30 центов бочка этой нефти, золото, 1367 долларов за унцию. И индикатор рынковалютного евро-доллар 1.3390, то есть практически в районе 34 фигуры. Достаточно высоко, что тут говорить. И набор голубых фишек сегодня в основном окрашен красным цветом. Основной в минусе. И среди лидеров падения можно назвать Газпром. Теряет почти полпроцента. Русгидро почти 3%. По проценту Лукоил, Нурникель. Сбербанк почти 2% в минусе. И акции ВТБ на полпроцента. То есть сегодня все же такой день коррекционный, видимо. Ну и с чем это связано? Прежде всего или в том числе мы сегодня как раз об этом и поговорим. Ну и может быть сразу стоит проанонсировать. Сегодня заседание Федрезерва заканчивается. Будет выступать в 22.30 по Москве господин Бернанке. И видимо все в напряжении ждут, чего же скажет он. Мы к этому вернемся, но вернемся чуть позже. Давайте сначала, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Мне бы хотел услышать ваши комментарии по поводу вчерашнего заявления министра финансов Российской Федерации, господина Силуанова. Я, кстати, Антон, тебя представляю. У меня с языка чуть все равно. В студии Антон Силуанов. Антон Захаров. Так вот, господина Силуанова по поводу девальвации рубля. Точнее, это понедельник было заявление сделано. Понедельник, да? Хорошо. Хорошо. Далее сегодня вдогонку начинает, мне так показалось, оправдываться глава ЦБ Российской Федерации. В последний раз. Да-да-да, вы не так все поняли. Вот по этому поводу, Артур, давай с тебя начнем. Ну да, в общем, это и правда, рынок не совсем правильно понял то, что Силуанов сказал. Слово девальвации, наверное, испугало. Оно кому угодно испугает. Традиционно, да, пугает слово девальвации. Там, можно сказать, даже ориентир. Да, он сказал два рубля, ребята, не бойтесь. А в целом, опять-таки, рынок не совсем правильно понял то, что Силуанов сказал. В общем, последний год происходит дискуссия о том, кто должен пополнять резервный фонд. То есть, при текущем механизме все операции по ополнению резервного фонда, они, по сути, приложены на ЦБ. То есть, скажем, бюджет отжал в течение года какие-то средства, они лежат не в бюджетных счетах, не в системных счетах. В ЦБ, да. А ЦБ там потом просто конвертацию производит без выхода на рынок. В общем, эта ситуация в какой-то степени привела к образованию дефицита ликвидности на рынке. То есть, если, скажем, пополнять резервный фонд будет именно Минфин, выкупая валюту на открытом рынке, соответственно, это не будет приводить к дальнейшему разрастанию дефицита ликвидности. То есть, потенциально вообще фундаментально идея, которая сейчас обсуждается Минфином ЦБ, потому что именно Минфин должен выкупать валюту на рынке, по-моему, резервный фонд, она фундаментально верна. Ну, к сожалению, естественно, она будет давить на рубль. Ну, правда, надо понять, что давление будет очень слабенькое. То есть, до конца года, по-моему, Минфин хочет выкупить там 150 миллиардов, по-моему, долларов. Рублей. Рублей, да. То есть, это, соответственно, вообще небольшая сумма при пересчете на ежедневные операции. То есть, вообще, ну, то есть, в этом году никакого, по сути, давления на рубль не будет оказано. Ну, все-таки хочется уточнить, вот это действие, да, о котором мы сейчас говорим, оно, какую задачу, прежде всего, носит, чтобы изменить, находить пополнение резервного фонда. Правильно я понимаю? Ну, да, чтобы сам Минфин просто... То есть, это не... Ну, конечно, он будет использовать ЦБ как агента своего, но просто фишка в том, что будет валюта выкупаться на вторичном рынке, что сейчас не происходит при текущем механизме. Это фундаментально верно. Фундаментально верно. А разговоры о том, Антон, разговоры о том, что вот подобный механизм, он еще и каким-то образом, да, будет стимулировать рост российской экономики, это разговор ни о чем, да, это не сюда. Я думаю, да, ну, отчасти он оправдан, поскольку, по словам Силуанова, эти покупки могут спровоцировать снижение рубля против того же доллара на 1-2 рубля. Вот он даже приводил пример, что ослабление рубля на 1 рубль против доллара может пополнить бюджет порядка на 180 миллиардов рублей. Соответственно, с этой стороны, и также, как в экономической теории, любое ослабление национальной валюты, а тем более страны, которые экспортные, экспортно-ориентируемые, оно может как-то поддержать именно и экспорт, соответственно, и другие показатели, в том числе промо-производство, которое, как показала вчерашняя статистика, опять сокращается. Ну, в теории можно только поддержать. А на практике? Ну, во-первых, операция Минфина будет достаточно ограниченный эффект на рубль оказывать, раз. Во-вторых, для экспортной стороны, развивающейся рынка, ослабление валюты может так называемой голландской болезнью привести. То есть, с одной стороны, да, мы поддерживаем немножко экспортные отрасли, но экспортные отрасли получают больше потенциал по сравнению с неэкспортными. А у нас экспортные отрасли какие? Нефтянка, и... То есть, мы еще сильнее подсаживаемся на иглу, на нефтяную. То есть, ну, это называется голландская болезнь. Потому что там в свое время, в 20-м веке, в Голландии такая... Похожая история. Ну да, то есть, когда ослабление валюты приводит к еще большему доминированию экспортных отраслей. Ну, да и к тому же надо понимать, что реально оживить экономику надо все-таки не монетарными стимулами, а все-таки через... Структурными. Да, ну, как обычно, да. Ну, то есть, что... По поводу влияния и как это может оказать на динамику рубля, соответственно, нужно смотреть во время начала покупок Минфином валют на фон. То есть, на отток капитала, который сейчас, исходя из разговоров с коллегами из других банков, идет повышенный спрос со стороны клиентов на валюту. То есть, продолжается. Продолжается, да. Спрос растет. Также поддерживает и внешний фон, и спекулятивные деньги также уходят из страны. Причем, кстати, одним из факторов последнего движения рубля, вот, то, что мы наблюдали в начале июня, как раз был отток спекулянтов из облигаций, в первую очередь из УФЗ, и что и как раз двинуло как раз рубль выше, ну, точнее, ниже 32 рублей против доллара. Как раз вот этот фактор облигаций, то есть, приходили нерезы, покупали облигации, то есть, был какой-то спрос на рубль. Это было начало года и конец прошлого, да? Это же даже, как бы сказал так, это началось с сентября по май. Мы даже видим, там, некая раскаляция происходила даже и с нефтью. Дизайн-мяки рубля с внешними факторами. То есть, рубль рос, нефть падала, а рубль рос, да? Ну, подрастал, по крайней мере. То есть, естественно, вот этот фактор, он довольно-таки сильно тоже сказывался. А в последнее время мы видим коррекцию на рынках облигаций, соответственно, продажи идут облигаций, выход в валюту и оказывает дополнительное давление на российский рубль. Ну, и отдельно отметим, как раз вот, что также связано с ожиданиями касательно политики ФРС, если перейти, например. Ну, мы перейдем, у нас осталась минутка до новостей. Единственное, еще один вопрос. Я дополню Антона, согласен абсолютно, что он говорит. Ну, в общем, можно сказать, то, что инвесторы уходят из облигаций, это как раз и есть... Причина падения рубля. Ну, да, естественно, причина падения рубля, но это очень тесно связано именно с ФРС, с ожиданием ФРС решения. То есть, все это, все один такой комок, клубок... Один клубок проблем, да, один клубок ожиданий, да. И также еще интересная ситуация такая сложилась, то, что отдельно отметим по поводу инфляции ситуацию. Темпы инфляции высоки, что не позволяет в текущих условиях темпов замедления российской экономики проводить смягчение монетарной политики, хотя, поскольку центральный банк, он проводит ценовой мандат, естественно, в этой ситуации, по сути... Антон, сейчас новости на Финам.фм, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии сегодня Артур Копышев, аналитик Московского фондового центра, и Антон Захаров, ведущий аналитик промсвязь банка. Обсуждаем мы текущую ситуацию на валютном рынке, ну и на рынке в целом, и в частности, вот мы заговорили о рынке долговом Российской Федерации. Ну, давайте мы к нему вернемся, к этому разговору, я имею в виду. Ну, вполне логично, Антон, да, начать все-таки с того, что сейчас тревожит умы всех инвесторов, да, кто бы чем ни занимался, да, акциями, облигациями, сырьем, валютою. Сегодня знаменательное событие. Еще раз я проанонсирую, в 22 заседание Федрезерва, ну, точнее, объявляет, да, комитет по ставкам решение, хотя здесь ожидание, да, нейтральное у нас, конечно, ничего не изменится, скорее всего. А вот потом, через полчаса выступает глава Федрезерва, и вот все мы в напряжении будем слушать, ловить, да, между строк, а может быть он как-то более очевидно скажет, да, о дальнейшей судьбе программы коллеги смягчения. Антон. Также хотелось бы отметить, что не только будет Бернанке выступать, и будет решение по ставкам, также еще будут анонсированы прогнозы в ФРС, и отдельно будет классификация по... Прогнозы, это бежевая книга, да, что ли? Нет, 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 они публикуют еще отчет по прогнозам, то есть от каждого ФРБ приходят какие-то такие сигналы, то есть там прогнозы касательно экономического роста, инфляции, соответственно, из них инвесторы как раз в них будут искать какие-то сигналы, к тому, что, например, больше ФРБ банков американских, подбанков американских думает, что будет улучшаться ситуация на рынке труда, наблюдается экономический рост, если будет пересмотрено в положительную сторону, соответственно, чем больше таких представителей будет думать в положительном тоне, то можно это будет рассматривать как смещение тона в сторону возможного дальнейшего сокращения. В первую очередь все сейчас следят... То есть мы говорили, извини, парадокс, да, хорошая статистика по штатам, это плохой сигнал до финансовых рынков, потому что, да, сворачивать... Да, потому что зависимость такую впали, то что без денег, дешевых мы жить уже не можем. Не можем, но их можно понять, да, учитывая, что происходит с американским рынком. Ну, кстати, статистика уже даже по этому правилу не работает. Последнюю там неделю полный хаос, в Америке творится в плане отыгрывания новостей. Там вспомним четверг, когда вышли заявки по безработице, которые, ну, по обращениям за пособиями, да, по безработице они вышли лучше ожидания, но все же там не приволк к ожиданию неостановления Куи, да. То есть проблема в том, что даже неважно, что скажет Бернанке и что будет написано там в прогнозах федеральных банков, важно, как американские инвесторы трактуют все это дело. То есть я помню последние выступления Бернанке перед парламентариями, да, в тон речи было достаточно логично, и перспективу Куи, они, там, можно сказать, он четко показал, что инфляция не ускоряется, и, соответственно, надо поддержать. Но американские инвесторы выискали какие-то негативные моменты в его речи, что привело, там, опять-таки, к падению цен активов. То есть, опять-таки, здесь полная непредсказуемость, что сегодня будет, опять-таки, важно, как американцы интерпретируют. То есть сложно, правда, спрогнозировать. Сложно, согласен. Нет, ну мы, слава богу, этим не занимаемся сейчас. Даже можно больше спрогнозировать, наверное, что скажет Бернанке и будет написано. Да-да-да, чем как отреагирует рынок. Да, к сожалению, да, такая сейчас реалия. Соответственно, все наши рынки следят за этим, и рубль будет сильно зависеть, и приток в банды, тоже будет зависеть от того, куда американские инвесторы... Куда дадут сигнал. Кстати, Антон, логично, да, наверное, в преддверии подобных событий лучше вообще воздержаться от активной торговли, если есть такая возможность, да, подсидеть на заборе, дождаться, по крайней мере, что произойдет в возначенном. Ну, нужно всегда посмотреть на какие-то активы, которые перепроданы или перекуплены, и попробовать рассмотреть именно покупку или средство предупреждения. То есть, возможно, на отскоке, да? Конечно, безусловно. На реакции рынка, конечно. Да, в общем. Давайте послушаем звонок. Борис, добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, уважаемый Олег и гости. Спасибо. Комментарий по поводу театра абсурда, который происходит в настоящее время там в мировой экономике и в политических кругах и прочее, мы не будем. Вот, я вот все-таки сторонник того, чтобы смотреть на кардиограмму, да, то есть на график. График все покажет. Вот, по поводу рубля, вот, я уже звонил как-то вам раз и озвучивал там какие-то цели, вот. Еще раз просто хочу напомнить, что вот когда-то давно, когда у нас индекс РТС падал с 2 500 на 500, у нас получилась 13-рублевая волна по доллару, 23 на 36. После этого прошла коррекция на 62%, на 28. И от 28 мы должны знать еще такую же волну, если у нас зигзаг идет. И она будет 41 рубль. И что самое неприятное, что если у нас волна в 13 рублей, если вы поделите на 2,62, то вы получите первое движение порядка 5 рублей до 33, которое уже прошло. Потом должно быть снижение на 30 и повторение максимума 33. Она тоже случилась в прошлом году. И снова снижение там на 62%, 29-30. Все, у нас уже есть целая череда первых-вторых волн. И теперь наши движения очень простые, то есть 36, 38 и 41. Вот и все. Такой вот простой прогноз. И как бы обсуждать там, кто что сказал, кто что не сказал. Это, по-моему, бессмысленная ситуация в современном мире, потому что хорошие новости являются плохими, плохие, хорошими. Вот нужно смотреть в график. И мне кажется, что мы на пороге вот этих всех движений. А, соответственно, по индексу РТС я тоже уже озвучил. Это там 1800, 500, ну ладно. 900. Нет, там было у Бориса 1100, по-моему, да, 800, 500 и 0, я помню. Это промежуточная седа, да. Ну, то есть переход в район 800, 500, он возможен вот точно так же, как переход в район 36-38 по доллару. И вот что наши власти говорят про это. То есть, ну, они, конечно, могут оттянуть, потому что, в принципе, мы давно уже должны были быть там. Вот, например, господин Бернанке вот там 2-3 квартала рынку дал своими КУИ-3, потому что, если вы посмотрите на график, там птички есть, то есть там уход со 100, там 1600, пошли уже на 1350, вернулись. Ну, тем не менее, теперь уже опять подошли к значимым уровням, 125-130 мы показали. И весь вопрос только в том, будет ли еще какая-то двойка, то есть отскок, вот сейчас, например, там 1250 показали. Можем еще сходить там 1250-1400 на 1300 на там 1450. Это вопрос вот, ну, там, какого-то времени. Но сомневаюсь я что-то, что такое будет. Просто провалимся и все. И все. А, соответственно, доллар просто 33 не заметят и сразу идет в 36. Там может постоять, может и не будет, потому что коррекции не считаются. То есть, конечно, жизнь не предопределена, то есть, развитие в фондовых рынках не предопределено. Но уровни все видят, их все знают. Весь вопрос в том, когда это произойдет. Может быть, уже вот прямо. Спасибо, Борис, спасибо за интересный комментарий. Как всегда, вы на высоте. Я, если позволите, добавлю только. Вот традиционные у нас есть подходы. Два, как минимум, классических. Это подход фундаментальный и подход технический. Вот сейчас ярый привержен технического анализа Борис. Ну, видимо, он любит очень волновую теорию. Ну, и традиционный уровень поддержки и сопротивления. Вот все он примерно дальнейшие события расписал. Хотя забавно все-таки, да, есть такие антагонистические точки зрения. То есть, есть, да, группа фундаменталистов, которые яро ненавидят технорей, говоря о том, что все это фигня, то, что эти графики, вы сами себе придумываете, сочиняете. Ну, фундаментальные причины просто немножко появляются. И модель-то не закрытая. Просто надо очень, правда, лучше следить еще за фундаментальными факторами. Например, то же укрепление рубля осенью, да, на волне притока инвесторов в ФВЗ, например. Как ее можно было на графике отследить там, например, условно? То есть, был реальный приток денег в ФВЗ, например. Ну, и изначально все-таки, да, если мы связываем фундаментальный технический анализ, то есть фундамент это событие какое-то, да, а техника это уже иллюстрация реакции рынка на это событие. Поэтому все взаимосвязано. Ну, да бог с ним. Спасибо еще раз Борису, он, наверное, нас слышит. Давайте продолжим наш разговор. И вот ты, Артур, про ФВЗ, как раз про рынок ФВЗ говорил. Сейчас наблюдается отток, я так понимаю. То есть, интерес у инвестора изменился в этом отношении? Ну, мы, в общем-то, уже больше года, да, наблюдали мощный приток на рынку ФВЗ. Ну, например, последний отток по данным ИПФА был замечен только во время майской коррекции. Помните, как Греция там и испанские банки настроение нам подпортили, да? После этого каждую неделю был приток в наши банды. И следующий отток случился только недавно. К сожалению, три недели подряд из наших бандов выходили иностранные инвесторы. В чем объяснялось это? Опять-таки, перспективы КИИ. Все испугались, что печатная остановка становится, да. Ставки по базовым активам по американским трежерис выросли, там, до очень высоких уровней. Сейчас она там десятилетка торгуется до 18. А вот минимум был, когда осенью, 11.45. То есть, в общем... Когда спрос был, да, наибольший? Ну, да. Потом, конечно, подрастал немножко. И вот сейчас просто резко она выстрелила доходность десятилетки. А если то, что, в общем-то, доходности бандов развивающихся рынков в условиях стабильной риск-премии, то есть, когда нет каких-то опасных событий, которые происходят, например, там, Греция, там, помните? Ну, да-да. Да, когда нет... Когда относительно спокойная стабильная ситуация на рынке, когда стабильная риск-премия. В общем, все банды, евробанды, там, даже, ну, теперь уже ФЗ, они торгуются, по сути, как спред к бенчмарку, там, ну, к этому, к базовому активу. Соответственно, когда сильно выросли доходности по американским трежерис, все начали продавать евробанды, а ФЗ, и вот, к сожалению, мы видели такую картину, что повышение ставок привело к распродажам ФЗ, и, соответственно, инвесторы бежали из рубля. Ну, вот мы увидели сильное ослабление национальной валюты нашей. Опять-таки, что будет дальше, да, вопрос, конечно, больше всего нас интересует. Ну, мы не будем гадать сейчас, что будет. Да, мы не можем сказать. Тем более, это уже не дали, как сегодня мы увидели. Да, сегодня увидим, более-менее, может быть, даже появится какая-то нечто подобное, похожее на определенность. На определенность, ты думаешь? Ну, теоретически, может быть, неопределенность убавится. Ну, сложно сказать, здесь сложно, правда, спрогнозировать. Ну, вообще, если посмотреть на степень от российских бандов, он выглядит немного перепроданным. В условиях, также, скорого снижения инфляции, я считаю, что все-таки инфляция будет сокращаться в ближайшее время. В ближайшее какое? В ближайшие несколько месяцев? Мы увидим уже в середине июля сильное снижение инфляции. Ну, это благодаря техническим факторам, есть такой эффект, как эффект высокой базы. Как, например, по недельной инфляции, значит, как из недельной инфляции получить, там, показатели, там, год-году, да? Мы берем новые недельные данные, а и вычитаем из этого показателя недельные данные того же периода, прошлого года, да? Помним, что в прошлом году повышались тарифы. В этом году тоже грядут? Да, но, к сожалению, к счастью, они будут не настолько массивные, как в прошлом году, это раз. А, во-вторых, там есть факторы высокой базы плодовольств. Артур, спасибо. Сейчас мы новости еще раз послушаем, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжим, продолжим наш сегодняшний эфир. Сухой остаток на Финам. ФМ сегодня тема. Текущая ситуация на валютном, ну, я бы так уже расширил, на денежном, на рынке облигаций, на мировых финансовых платформ. В общем, как всегда, текущая ситуация. Ее мы обсуждаем в студии сегодня с моими гостями Артур Копышев, аналитик Московского фондового центра, и Антон Захарах, ведущий аналитик Промсвязь банка. Я напомню, уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. 651099,6, код Москвы 495, это телефон студии. И адрес компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы. И тему мы замечательную подняли. Инфляция, инфляция в мире, в Америке, в России, да? Это, в принципе, один из, ну, если говорить о Федрезерве опять, да? Это один из ориентиров, на что, собственно, смотрит сейчас господин Бернанки, сотоварищи. И решают они, да, как рынок труда восстанавливается, да? И как инфляция себя чувствует в Штатах. Инфляции, кстати, Антон, нет в Штатах, да? Нет, ну, она есть, соответственно. Ну, я переведу, она не такая, чтобы начать уже что-то там подкручивать. Подавлен вообще. Да, да, да. Ну, это все по поводу инфляции. Мы начали уже разговоры, и вот во время рекламы общались. Общемировая темпа инфляции, они действительно замедляются, вот, за исключением стран, которые имеют экономику, развивающуюся отдельно, вот, по отметим, российскую экономику. С одной стороны, импортируемая инфляция, как раз вот, которая может подрасти в свете ослабления российской валюты, поскольку все-таки мы являемся довольно-таки значительным потребителем иностранных товаров. Вот, и, соответственно, отдельно также разберем российскую инфляцию, то, что последний рост цен потребительских был, в основном, конечно, связан с ростом, там, на картошку, на свеклу, на продовольствие. Овощную, 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 овощная инфляция, да. Это майская инфляция. И, соответственно, в рамках оценки показателей в районе 7% держаться, там, до конца лета. Ну, и, соответственно, вот этот целевой уровень, да, он хотя бы, хоть и верхний, но он не будет преодолен. Не будет преодолен, да. А это развяжет, как центральную банку руки? Ну, мы опять возвращаемся. Ну, с одной стороны, опять повторюсь, что сложная ситуация, поскольку текущая инфляция, она не обусловлена монетарными факторами, в основном. Поэтому сложно им. Ну, честно сказать, я не совсем согласен, но я думаю, что в ближайшие месяцы, правда, инфляция начнет резко замедляться. Именно резко? Ну, по крайней мере, я думаю, что в течение года мы вернемся, во-первых, в диапазон ЦБ, во-вторых, возможно, уже летом мы пробьем отмотников 7%, то есть сейчас инфляция 7,3, она наверняка уже в течение лета будет снижена, будет ниже 7. И, опять-таки, почему? Ну, вообще инфляция состоит из трех компонентов. Это продовольственная инфляция, инфляция услуг, то есть в том числе инфляция тарифа, да, и также непродовольственная инфляция. Ну, известно, что непродовольственная инфляция, кто отражает монетарную компоненту, она подавлена, стабильно держится, благодаря тому, что ЦБ жесткую политику проводит по ставкам, да. А две остальные компоненты немонетарные, на которые нельзя повлиять ЦБ, но и которые выросли, опять-таки, из-за немонетарных причин, но у них есть потенциал снижения, опять-таки. Сезонный, как минимум, да? Ну, если мы говорим о продовольственной инфляции. У нас, помним, в прошлом году был неурожай хороший, да, такой серьезный неурожай, который привел все-таки к росту цен. Мы увидим, что, ну, если уже есть эффект высокой базы, то есть вероятность, что следующий урожай, там, скажем, Ну, понятно, да. Будет чуть лучше, да, да. Ну, например, ну, да, из этой серии, да. То есть есть вероятность, что благодаря эффекту высокой базы продовольственная инфляция снизится. Также есть инфляция услуг, инфляция тарифов. Как я сказал, из-за того, что в прошлом году мы повышали тарифы все единовременно в июне, а показатель, он считается как год-году. Соответственно, в этом году тарифы повышались равномерно, значит, часть в январе, сейчас частично. Таким образом, новые показатели год-году инфляции уже не будут включать инфляцию тарифов, которая была, там, условно, зарегистрирована в январе прошлого года, да. Соответственно, благодаря такому техническому фактору, статистическому, отнимаем, типа, старую инфляцию, добавляем новые недельные данные, благодаря этому техническому фактору, инфляция чисто технически будет снижаться. Во время первой недели июля, недели-недели в прошлом году, цифра составляла 0,8%. Из-за того, что сейчас, например, будет инфляция чуть ниже, большая цифра вычтется из годового, новые добавятся, которые, может быть, чуть ниже. То есть технически инфляция будет сокращаться. Ну, технически, да, Антон? Ну, добавлю сразу же, как бы я говорил по поводу инфляции, все-таки в летний период, и также хотелось бы отметить, что все-таки ЦБ не использует один-единственный показатель в оценке инфляционных рисков, он использует множество сразу в совокупности, как очищенную без учета энергоносителя, также и накопленную инфляцию, которая также довольно-таки значительные темпы роста демонстрирует. Поэтому, да, возможно, один показатель будет ниже, но, тем не менее, все равно инфляция есть, сохраняется, и ЦБ это отслеживает, и поэтому не ждать каких-то подарков пока что. Ну, кстати, один из факторов распродаж ФУЗ стали вот эти инфляционные риски и последнее заседание ЦБ также, которое свидетельствует о том, что ЦБ пока не собирается снижать основные ставки, хотя он там манипулирует длинными ставками, которые, в принципе, никак не влияют на экономический рост. Ну, здесь еще ожидание прихода нового главы тоже, да, каким-то образом влияло на это, но, к сожалению, пока ничего, ну, или просто пока ничего не меняется. У нас еще есть один звонок, давайте послушаем. Сергей, добрый день, вы в эфире, говорите. Добрый день, у меня вот интересует такой вопрос. Что ждет российскую экономику? Сегодня уже звучали такие прогнозы, 60 долларов за баррель. Ваш прогноз до конца года нефть. Ну, понятно, что будет очень-очень плохо, это так мягко сказать. Ваш прогноз и уровень падения жизни на среднем населении в случае реализации такого сценария, ну, скажем, на 3-4 месяца, если он так и задержится. Потому что предпосылок для роста нефти я не вижу, так как везде в мире схлапывается спрос повсюду, ну, все на минимумах, короче. Вот меня интересует ваше мнение, потому что сегодня уже не раз звучало. Сегодня, видимо... День, все ожидают вот этого заявления. Я слушаю финансовым постоянно, я смотрю то, что все, все, без исключения, в пессимистическом ключе мыслят. То есть нас ожидает падение. То есть рост доллара относительно рубля, рост доллара относительно других валют, паритет доллара и евро, это тоже... Короче, у всех, все, как это, впали в пессимизм. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали по нефти до конца года. Как вы видите, какую цену примерно, сколько будет стоить нефти? Я понял, Сергей. Спасибо за вопрос. Ну, единственное, что прежде чем передам слово моим гостям, все-таки надеюсь, что немножко оптимизма мы внесем. Уж совсем-то, да, так пессимистично смотреть на вещи, наверное, нет смысла. Ну, давайте начнем с кого, не с кого, точнее, а начнем от чего танцевать. Вот 60 долларов за баррель до конца года. Насколько, Антон, на твой взгляд, это реалистичный прогноз? Сложно вериться в эти уровни. Я для себя на этот год выделил несколько отметок. Это цена 92 доллара за баррель. Ну, вот 90 я рисую себе, да, сразу. Вот, вторая, это 82-80. Вот, я даже думаю, что 80 мы как раз и протестируем, но ниже не вижу никаких предпосылок для этого. Ну, вот это самый пессимистичный, что называется, да? Да, пессимистичный самый сценарий. Это 82-80. Забочку по бренд. Вот, факторы есть, действительно. Это перепроизводство, это с приходом нового президента в Иране могут снизиться риски иранские, во-первых, очень связанные с иранской программой. Поскольку новый глава считается реформатором, и, может быть, у него получится как-то наладить диалоги с Западом. Единственное, что может поддерживать котировки нефти, вот, по крайней мере, в летний период, это сезонность, как автомобильный сезон в Америке, как сезон штормов. И вот вопрос с Сирией, который сейчас в последнее время и вчера, и позавчера обсуждался на G8, где лидеры принимали участие, где явно нарастает напряженность вокруг этого вопроса. И со стороны, видим конфронтацию со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот этот вопрос, он тоже также является таким движимым. А если из негатива, то, безусловно, Китай, последняя статистика, последние события, отдельно отмечу ситуацию в банковском секторе, в Китае, несмотря на то, что до конца квартала, когда все банки должны стремиться там соответствовать всем требованиям, в том числе и запасам валютной наличности, растут, начали расти ставки за один месяц, до этого ставки находятся на крайне высоких отметках, причем по нежбанковске ставки и по РИПО, и по МБК. Соответственно, Китай — это такой код в мешке, который, я так понимаю, что в ближайшее время действительно может препонести на какие-то не самые позитивные сигналы. Поскольку мы даже две недели назад видели сообщение было, что один банк не смог исполнить по РИПО обязательства, потом это странным образом все замяли, ни одних новостей больше не появлялось. Но все равно сейчас там сигналы плохие, замедляется, как идет замедление, как и в промышленности, так и действительно тревожит именно ситуация в банковской системе, где, кстати, на последние дни там идут размещения облигаций, как государственных, так и несколько банков размещалось, а как никогда спрос низок на них. То есть ситуация в Китае тоже очень такая тревожная. Тревожная, да. Да, если там взять, например, интересный индекс JP Morgan и Bloomberg, рассчитывают его индекс азиатских валют, он находится на таких уровнях, как раз если рассмотреть сегодняшнее, например, возможно, возвращение доллара к росту на международной арене, ну, если не рассматривать его в проекции с другими валютами, там, мержер-маркеты, как раз вот с азиатами, он начнет расти, то, я думаю, этот индекс пробьет сильную поддержку, и тогда азиаты пойдут дальше вниз и потянут также за собой остальные, то есть такое отражение риска. Настроение риска. Я понимаю. Я единственное, подчеркну, действительно, вот смотрите, Антон сейчас перечислял достаточно много факторов объективных, да, фундаментальных, в частности, Китай, переизбыток, да, ну, я имею в виду отсутствие спроса, перепроизводство, если мы возвращаемся опять к сырью, да, и, так сказать, к нефти прежде всего. И, с другой стороны, вот геополитический фактор, он сейчас вот сильнее, да, очевидно, он сильнее, он держит нефть, не дает ее упасть и держит достаточно высоко. Ну, вот есть такой геополитический, премия с геополитический риск, как раз вот между брендом VTI, который оценивает, она уже практически уже... — Хлопывается. — Хлопывается. И вот сейчас это примерно 7,5 долларов за баррель VTI-бренд. — Некоторое время назад это было больше 10. — До 10 до 20 доходило. Вот сейчас же, я думаю, что все-таки там цель такая, что где-то в районе 4,5, поскольку если будет гораздо сильнее снижение этого спреда, то выгоднее будет даже в Америку ввести нефть. — Совершенно верно, совершенно верно. Артур, ну, буквально два слова вот по поводу негативных прогнозов. — Да, меня тоже, честно сказать, беспокоит немного Китай. Конечно, статическое ведомство Китая, нельзя сказать, что оно прямо очень объективно. Но сейчас даже та статистика, она показывает, к сожалению, некоторое замедление экономики. Вот это... Ну, не тоже замедление экономики, а замедление темпового роста экономики. — Да, да. — Это наиболее негативная новость, в общем, для мировых рынков. — Ну, в конечном итоге мы говорим о бренде, может она увести ее ниже 60, да? — Ну, честно сказать, уровень 60 мне пока сложно верится. — Чересчур, да? — Ну, в общем-то, да, чересчур. — Ну, какую цифру ты бы назвал? — Ну, в общем-то, в условиях роста экономики мировой, ну, Америка все-таки все равно растет. — Поддержит, да? — Шоков нет. — Я понял. Артур, сейчас прервемся еще раз. Новости на феномен. — Ну что ж, друзья, чуть не пропустили мы продолжение нашего эфира, заговорились здесь с гостями, обсуждали как раз ситуацию на валютном рынке. Сергей задал нам хороший вопрос, вот продолжаем его обсуждать и как раз и про доллар-рубль, и про евро-доллар, и, собственно, продолжим мы сейчас этот диалог. Я напомню еще раз, что в студии у меня Артур Копышев, аналитик Московского фондового центра, и Антон Захаров, ведущий аналитик промсвязь банка. — Отвечая на вопрос нашего слушателя, в общем, и Артур, и Антон сошлись на том, что 60, конечно, это слишком апокалиптическая цифра для стоимости нефти, да, марки Brent. Хотя ничего невозможного нет, понятно, но, тем не менее, вот их точка зрения такова, что, видимо, так низко вряд ли она сможет по разным причинам, несмотря на замедление Китая, несмотря, ну, и так далее. Все это уже называлось в эфире, вот. — Поэтому более-менее понятно, что здесь. И теперь давайте к валютному рынку перейдем. Ну, два слова буквально про рублю, наверное, да, еще раз, Антон, мы его, тем более, обсуждали в самом начале программы. Борис, тем более, нам звонил еще, я напомню, да, у него там было видение 34, 36, 40, 41. Что с рублем, Антон? — Есть такие три основные цели, даже четвертую уже выполнили не так давно, 32, 20 была цель. Следующая цель я выделил, это 32, 80-32, 90, далее 34, 50, и уже такой финальный возможный выброс — это 36, 40, 36, 20. — Ну, это самый максимум, да, я так понимаю, в твоем списке? — Да, в моем списке пока да, если, конечно, вот, только что говорили про Китай, если какие-то такие скелеты шкафов в него повыпадают в ближайшее время, до конца года, по крайней мере. Тем более, у нас еще осенью выборы в Германии, поэтому какую-то такую... — Тоже много интересного можно. — Да, тоже много интересного, соответственно, в этом, в связи с этим сложно видеть уровни 40. Хотя, если посмотрю, а можно отдельно отмечу еще? — Давай, давай, давай. — Отдельно отмечу просто динамику коллег по emerging market валют, там, индийская рупия на исторических минимумах. — Она просто, да, просто обрушилась на прошлой неделе. — Бразильский реал также, другие валюты развивающихся рынков также снижаются. Можно и, в принципе, и по рублю любых уровней достичь. Но пока у нас, если брать фундаментальный торговый баланс на положительной территории, ждать каких-то уровней, уровня 40, очень сложно. — Спасибо тебе огромное. Я вот перебивал тебя, извини. Хотел просто сразу же вклиниться, добавить. Значит, ну, и для уважаемых слушателей, прежде всего, то есть мы пытаемся, да, формулировать прогнозы, исходя из, ну, какой-то более-менее объективной реальности. Что может быть, если, и так далее. Естественно, всегда есть, да, так сказать, вариант, что что-то случится неожиданно такое, что мама родная. — Ну, та, черный лебедь. — Да, да, да. Вот эти варианты мы не рассматриваем в принципе. — Ну, мы не можем их рассмотреть, к сожалению. — Конечно, конечно, конечно. То есть мы имеем в виду, что это, кстати, если говорить о трейдере, да, на этот случай у него всегда стоп-лосс есть, если уж на то пошло. Потому что он тоже оценивает ситуацию, он там каким-то образом выглядывает на график или еще куда, да, планирует, туда пойдет, цена туда. Но если что-то произойдет, всегда есть стопик. Поэтому вот эти цифры из разряда, там, 40, 45, 50, 80 и так далее, мы их не рассматриваем, потому что рассматриваем вот как бы реальные цифры. — Согласен, что маркетмейкеры в этом случае не уходили. — Да, 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 совершенно верно, чтобы они нас не подводили. — Я тоже хочу немножко про рубль сказать. Вообще, в такой раскрученной перспективе у меня такой позитивный взгляд на рубль. Если, скажем, после выступления Бернанке начнется приток облигаций, из которых инвесторы массово убежали. — Да у рубля будет укрепляться. — В течение нескольких недель будет сильный приток банды в российские УФЗ, да, то есть отток из УФЗ в маю привел к сильному ослаблению нашей валюты. Также в июле, там, в конце июня теоретически мы можем увидеть хорошее крепление. Ну, правда, к сожалению, в такой среднесрочной, долгосрочной перспективе у меня все-таки взгляд на рубль более негативный. Из таких фундаментальных факторов, какие фундаментальные факторы, платежный баланс, да, он в положительной области находится, но он сокращается. У нас импорт растет быстрее, чем экспорт. Ну, экспорт по объективным причинам не может срасти, потому что Европа покупает наш газ, там, нашу нефть, но у них рецессия. Плюс еще шельфовый газ, да, пришельфовый газ, который Америка открыла, который сейчас вытесняет традиционный газ, он дойдет скоро до Европы. В общем, соответственно, потенциал роста экспорта у нас меньше, чем потенциал роста импорта. У нас все-таки, там, правда, импорт, скорее всего, будет ближайший, там, перспективе расти более скорыми темпами. Соответственно, фактор поддержки рубля со стороны платежного баланса будет сокращаться. Плюс инвесторы продолжают бежать из Emerging Markets, из акций Emerging Markets, соответственно, бегут из российских акций, что также приводит, ну, неослабляемый отток капитала. То есть, я вижу факторы поддержки, такие кроссрочные, это заход инвесторов в банды. Ну, правда, уже, можно сказать, очень много они вошли, то есть, там, доля сильно их разорослась. Там, порядка 15 миллиардов зашло за год, ну, типа, год-года, примерно, если считать. То есть, фактор захода, нового захода в российские банды, он такой, уже теряет, что ли, актуальность. Отыгран практически. Ну, не то, что практически, отыгран, но уже будет меньше, чуть послабее будет, скорее всего. То есть, в такой, долголосрочной перспективе, да, рубль, для меня, все-таки, он будет ослабляться, по моему мнению. Ну, кстати, если говорить, там, Антон, затронул тему выборов в Германии, я полагаю, что это будет такой нон-эвент. Ну, никак не повлияет на рынке. Там, пока, по всем, там, по всем статистическим вопросам, да, так сказать, скорее всего, Меркель с этой партией, с идеей, выиграет, там, выборы вместе с калицей какой-нибудь другой партией. Ну, то есть, никаких не будет сюрпризов, да? Надо еще понимать, что менталитет Германии, все партии, они практически похожи со взглядом на евро, то есть, практически все партии, ключевые, там, четыре партии, они видят будущее с евро. То есть, экономическая политика примерно, да, давай, Антон. Почему же? Обычно, накануне всяких, любых выборов, любая из партий может проводить свою политику, не факт, что они будут потом реализовывать все свои обещания. То есть, это популизм некий такой. Да, и если учесть то, что в Германии население, оно не так, не очень разделяет политику в отношении соседей, то есть, финансовая помощь, постоянная, и какие-то такие события, то на этом фоне любые комментарии, любые из партий могут... То есть, на этом могут, да, относительно противники Меркель на этом могут сыграть просто. А тем более, если возвращаясь к Европе, то там так же все не так гладко. Вчера, опять-таки же, кипрские власти просили у европейцев историзации вот этих последних программ. Соответственно, любой момент могут опять европейские проблемы обнажиться. Я понял. Ну и, да, сейчас, Артур, смотрите, учитывая, что мы заговорили о Европе, давайте о евро-долларе, поскольку мы валютный рынок обсуждаем. И, конечно, без золота мы, да, Антон, Артур, сегодня не уйдем без обсуждения этого актива. Ну, еще есть другие интересные валюты, опять-таки, можно вспомнить. Например, иена, да, иена интересная очень валюта. Я с тобой согласен. Ну, давайте в евро-доллар, тем не менее. Значит, что в ближайшее время ждать? Значит, я смотрю, 1,34, ну, округлил. 1,34 евро-доллар сейчас торгуют. На ожиданиях сферачники и инвесторы выходили из доллара, да, поэтому мы увидели такую динамику по евро-доллару. Опять-таки, мы зависим от сегодняшнего заседания, к сожалению, поэтому прогнозы очень сложно делать. Сложно. Ну, если сказать о таком вопросе, как перепродавость и перекупленность, да, видно, что пара, ну, по моему мнению, в последнее время она была очень перекуплена. То есть, теоретически, здесь мы можем увидеть нисходящее движение. То есть, короткая позиция была бы, да, оправдана, но, может быть, не с этих уровней, да, Антон? Ну, сразу же отмечу там отчеты американской биржи, которая публикует ситуации на открытой позиции, на открытые интересы. Из Чикаго ты берешь? Да, да, да. То последние отчеты, они, естественно, не увеличение лонговых позиций по паре евро-доллара, а всего лишь навсего покрытие коротких позиций, которые были открыты в мае и которые закрывались. То есть, отскок вот этот вверх, это закрытие шартов? Это закрытие шартов. И отдельно, вот сегодня, накануне была опубликована статистика баланса ФРС, который, опять-таки, обновил исторический максимум. Вот этот фактор, который, как раз, и являлся таким движимой силой того, что мы увидели по евро-доллару, вот этот отскок. Вот, и для меня, то я полагаю, что выше 1.3470-1.80 крайне сложно будет увидеть европейскую валюту против доллара. И не исключено, что во время ФРС будут какие-то выбросы в ту или иную сторону, но все-таки вернется к снижению. Я полагаю, что в ближайшие несколько недель, ожидая даже в ближайшие несколько недель, увидеть пару в районе 1.3150. Я понял, я понял. Ну, о паритете мы не говорим все же, да? В долгосрочной перспективе, все-таки, сравнив того, что ФРС начнет ужесточать свою монетарную политику и ЦБ, все-таки, приведет какое-то еще смягчение. И все же в долгосрочной перспективе уровень 1.22, 1.21, вот эти уровни. Ну, это далеко до паритета все же. Паритет, как говорить, преждевременно. Я понял. И последнее, ну, последнее я имею в виду, у нас немного времени осталось по поводу золота, да, Антон, Артур. Сегодня мы обсуждали инфляцию, наверное, именно в этом контексте, да, мы сейчас оцениваем этот актив, ну, или, может быть, какой-то другой контекст найдешь, Антон. Золото является таким, считалось таким инструментом защиты от инфляции, общемировая темпы инфляции замедляются. Также ранее в Китае спрос физический на золото обеспечивали и в Китае. Там также идут темпы замедленности, снижается спрос на золото со стороны жителей этой страны. Также замедляется спрос со стороны Индии, поскольку риски замедления, поскольку в Индии политика проводит с ограничением импорта золота. Вот, то есть физический спрос давит. И ETF-фонды также избавляются от золота, если брать такую фундаментальную составляющую этого рынка, и прибавит для этого технический анализ, то, думаю, что если ФРС не спровоцирует какую-то покупку или подогреет интерес инвесторов к золоту, я сомневаюсь в этом, то увидим уже ближайшую перспективу, уровень 1250. То есть ниже апрельских минимумов уже, да? Я понял. Артур? Ну, я тоже согласен на то, что со стороны монетарных факторов все-таки поддержка золота ослабевает. Мы уже говорим о том, что ФРС будет выходить из программы выкупа активов, да, если то, что экономика начинает останавливаться. В то же время, например, та же Европа, с моей точки зрения, у нее небольшой потенциал для ослабления монетарной политики, то есть со стороны монетарных факторов, да, поддержки никакой золота, в большом учете. Ну и по поводу золота, так, основной все-таки двигатель 2008-2009 года, вот этот бросок там потом в дальнейшем спровоцировал рост цен до 1000, выше 1700 по золоту, все-таки подогревалась как раз монетарная политика ФРС, которая побудила ожидания инфляции, а инфляция так и не случилась, то есть политика сохраняется, инфляционных рисков нет. Да, я понял, и про 2500 тоже уже, наверное, стоит забыть, да, хотя несколько, некоторое время назад мы активно эту тему обсуждали. Да, положено то. Спасибо огромное. Артур Копышев, аналитик Московского фондового центра, Антон Захаров, ведущий аналитик промсвязьбанка, были сегодня в студии Сухого Остатка. Спасибо вам, коллеги, уважаемые слушатели, спасибо за внимание, всего хорошего, успехов на рынке, услышимся завтра.